Повтор отмечают себе и после проката они по монитору еще раз внимательно очень смотрят вот этот вот элемент, где были какие-то сомнения. Именно это и происходит в то время, пока фигуристы сидят в уголке поцелуев и слез, пока зрители смотрят... Пока судьи выставляют свои оценки, вот это вот происходит. В течение двух-трех минут вот это все решается. Ну что ж, тем временем уже первые участники сегодняшнего соревновательного дня у танцоров появились на льду. Танцевальный дуэт из Литвы. Катерина Копели и Дэвида Стагни у нас. Их произвольный танец. На русскую музыку у них танец. Произвольная программа «Калинка». Одна из поддержек по дуге. Это поддержка серпантина, она входит в число 10-ти секундных, не более 10 секунд. И дорожка по кругу. Для каждого уровня есть определенный набор элементов в дорожке. В данном случае у них дорожка, скорее всего, на первый-второй уровень. Вращательная поддержка. Сложные позиции. Это четвертого уровня. Сложные позиции. Сложные позиции. Сложные позиции. Сложные позиции. Вращение. Вот видите, у нее. Вот ей могут засчитать это. Как у них одна позиция. Девочка лежит в либеле. То есть у нее получается бильман. Даже непонятно. А у него позиция стоя. Поддержка по прямой. И по дуге это уже комбо поддержка. То есть комбинированная. Она также входит в число 10-ти секунд. Много сложностей. И специалисты оценивают вот в этой поддержке, сколько секунд она должна держать эту позу. Тогда ей засчитают этот четвертый уровень. Дорожка, по-моему, вдоль средней линии. Нет, это была диагональ. Дорожка, по-моему, вдоль средней линии. Хорошо, очень эмоционально катались литовские фигуристы. Даром, что достался им первый стартовый номер, что всегда сложнее открывать соревновательный день. Но достойно вышли из этого испытания. В принципе, музыка, наверное... Она сама подсказывает. Да, стимулирует. Стимулирует, задорно. Максимально эмоционально исполнять эту программу. Может быть, в этом еще и была задумка, чтобы подобрать такую музыку, которая бы помогла им в исполнении произвольной программы. Хорошо с улыбкой до самого конца. Хотя 4 минуты, вот видите, как тяжело дышат фигуристы после исполнения. Все-таки довольно сложное испытание. Этот самый произвольный танец. Тренирует их Елена Гаранина и Валерий Спиридонов. Елена Гаранина также наша русская тренер. Живет давно в Америке. Каталась с Игорем Завозиным в свое время. И любители фигурного катания, может быть, и помнят эту пару. Ну, я думаю, обязательно помнят. Да, особенно те, которые уже давно увлекаются. Эти фигуристы Катерина Коппеле и Дэвида Стагни у нас первый сезон выступают на международной арене, дебютный для них чемпионат мира. Хорошо, что посмотрела статистику, иначе бы не догадалась, потому что все-таки неплохо они держатся на льду, совершенно не потерялись. Хотя по итогам оригинального и обязательного танца они занимают 23 место, но чувствуется в них потенциал, и думаю, что долго не задержатся они на нижних строчках турнирной таблицы, если будут работать. И оценки им неплохие поставили. 41,35 за технические элементы, 26,95 за компоненты. Как вы можете видеть, это лучший в прокат, лучший оценок за произвольную программу в этом сезоне. 68,30 общая сумма. Так что могут смело записывать этот чемпионат мира себе в актив, а не просто для галочки, как первый чемпионат в карьере. В принципе, у них были очень интересные поддержки.